На столе графики, схемы, фотографии и документы жители деревни Пуговичина пришли на прием, что называется, во всеоружии. Впрочем, подготовился к непростому разговору и председатель Совета депутатов округа Станислав Раченко. Например, чтобы ответить на вопросы по электроснабжению деревни, на встречу пригласили представителя филиала МОЭСК. За летний период, это где-то с мая по октябрь, 53 отключения света. 53. Я не знаю, сколько должно быть отключений каждый день по два часа, чтобы вы, наконец, отремонтировали сеть. На собрание вы ко мне подойдете, мы с вами запишем адрес, по которому есть проблемные места и... У нас с этой днём проблемы. Таким же образом, жителям Пуговичина прокомментировали ситуацию и по другим проблемным вопросам. Водоснабжение, благоустройство, ремонт дорог. Благо, за столом собрались представители различных муниципальных служб. Очень конструктивно, ответы получили, теперь ждем действий. Ну и как скоро будут действия? Ну, надеемся, что некоторые, допустим, по обработке, очистке дорог, они начнутся прямо сегодня. Но некоторые проблемы не решаются быстро. Надеюсь, что по водопроводу решится в следующем году. Действительно, сейчас люди понимают, что какие-то вопросы можно решить, не вставая за стола, а что-то требует времени. Полезно такое общение и для представителей администрации. Имеешь обратную связь, что происходит на территории. Очень даже хорошо. И положительные такие встречи всегда дают положительный результат. Потому что, может быть, не всегда видишь все проблемы. Хотя территория ежедневно объезжается, и общаемся с жителями, но не все жители могут сразу же высказать свое мнение. Позже председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко также отметил, что основным на подобных мероприятиях является и понимание объемов стоящих задач, и скорость их решения. Глава поддерживает такие встречи. Они у нас часто происходят на постоянной основе, когда депутаты и представители администрации решают одни и те же вопросы. Потому что, в общем-то, пол вопросов, в том числе, которые мы сегодня решали, это как раз требует молниеносной, быстрой реакции. Поэтому мы сегодня взяли в работу часть, а что-то уже сделали. Естественно, такой подход позволяет проводить встречи максимально конструктивно и настраивать людей на добрую волну. Но в этот раз был еще один повод для позитива. На хорошей ноте предлагаю сегодня закончить наше собрание. Большое спасибо за встречу и с днем рождения, нашу уважаемую старость. Ура! С днем рождения! С днем рождения! Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.